Здравствуйте, уважаемые гости! Зайти на наш сайт, если вам оказалось неудобно, например, время нашего вебинара, то через некоторое время после его проведения мы выкладываем записи вебинаров, и вы можете посмотреть не только текущий вебинар, но и архивные материалы, возможно, вам окажется полезной какая-то информация. Вести встречу буду я, консультант-аналитик Гардышева. И, собственно, построена наша сегодняшняя встреча будет таким образом. Если можно, так сказать, нормативную информацию, я буду показывать на слайдах, а потом мы будем переключаться с вами на демо-базу, на демо-версию ERP, и я буду показывать уже, так сказать, вживую материалы, про которые мы будем с вами разговаривать. Я сейчас переключусь на демо-базу, чтобы показать, как это будет выглядеть. То есть вот таким вот образом я буду переключаться между отчетами, показывать вам то, что мы проговорим, чтобы вы могли лучше разобраться в теме. Итак, возвращаемся к нашим слайдам. Программа сегодняшнего вебинара у нас будет таким образом. Мы поговорим про денежные средства и раздел казначейства, поскольку этот раздел позволяет оперативно отслеживать информацию по движению денежных средств, то есть и плановую, и фактическую. Потом мы поговорим про инвентаризацию расчета, внутренний контроль, про местные, локальные ваши нормативные акты, про сверки, и потом затронем немножко отчетность, которую мы можем посмотреть по данной тематике. Итак, дебиторы, ну то есть в принципе дебиторы и кредиторы из-за должности, это как бы очень актуальная тема, потому что любое предприятие сталкивается с ситуациями, когда, например, клиенты не заплатили вовремя, на письма не отвечают. Ну то есть разная ситуация. И с какого момента мы можем считать, что наша задолженность, точнее не наша, а нам задолженность, уже перешла из разряда текущей в проблемную, в хроническую, в безнадежную. В программе, в ERP есть очень удобные механизмы, и один из них это блок казначейства. То есть при работе в блоке казначейства мы можем сделать разные настройки, посмотреть оперативную, если можно так сказать, информацию, когда у нас задолженность уже перешла в просроченную, и что мы ожидаем, когда, то есть конкретно в какой момент предприятие нарушило платежное обязательство перед нами. Значит, посмотреть, как блок казначейства мы можем... Вот у нас есть раздел прямо казначейства, и в нем нас будет интересовать платежный календарь и отчеты по казначейству. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу и посмотрим, как это выглядит, так сказать, живьем. Значит, вот у нас блок казначейства. При переходе в этот блок у нас открывается вот такое меню. Как вы видите, здесь у нас есть контроль планирования денежных средств, и есть рабочее место платежный календарь. Мы про него поговорим поподробнее, а сейчас хотя бы посмотрим строение блока. Есть отдельный подраздел взаимозачеты и списания задолженности. То есть задолженность для того, чтобы списать, например, уже как безнадежную, нужно соблюсти, так сказать, некий ритуал. То есть необходимо совершить несколько операций, перевести на забалансовый счет и так далее. Ну и, собственно говоря, все остальные разделы относятся к текущей работе с денежными средствами и работе с банковскими платежами. То есть это безналичные платежи, выписки, входящие, исходящие. Ну и, естественно, работа с кассой. Сейчас этот раздел применяется гораздо реже, потому что, в принципе, государство достаточно жестко контролирует движение наличных денежных средств. Ну и, соответственно, никто не отменил лимиты взаиморасчетов между предприятиями и организациями. То есть если это касается, например, каких-то некрупных расходов, там, командировочных и так далее, то с этим блоком активно работают. А когда идет разговор про взаимоотношения организации, то здесь, конечно, в основном работает безналичный расчет. И основное место, где это можно увидеть, это у нас платежный календарь. Возвращаемся с вами снова к нашим слайдам. Вот. И сейчас я покажу слайдик сам платежный календарь, а потом мы переключимся в него и поговорим еще немножко уже на практике. Как вы видите, сам платежный календарь имеет вот такое строение. То есть задолженность у нас здесь отражается. То есть видите, вот это выделение красной рамкой. Это именно просроченные платежи. И если мы открываем вот по плюсикам какую-то организацию, поскольку у меня демо-база, у меня собственных юрлиц достаточно много, вот я для примера открыла одного контрагента. И вот видите, здесь у нас идет указание, то есть, например, поступление, которое было просрочено, списание, которое было просрочено. Ну, то есть вот все операции, которые у нас есть. Сейчас мы с вами переключимся в демо-базу и посмотрим, как это вживую происходит. То есть вот он наш платежный календарь. К сожалению, поскольку это рабочее место, запускается он не очень быстро. И здесь у нас есть возможность, вот он запустился, менять его внешний вид. То есть если вам необходимо отслеживать текущие платежи, которые вы должны сделать, можно открывать вот такой вид. Внешний вид может быть вот разных вариантов. То есть мы можем вот так его создать, как сейчас. Можем немножко изменить. Внешний вид будет вот так выглядеть. И можем выбрать третий вариант, который у нас будет отражать только список заявок на оплату. Ну, то есть платежные поручения, исходящие. И еще один момент. Внешний вид текущих таблиц настраивается дополнительно. Происходит это через кнопочку «Еще». И здесь мы выбираем пункт «Настройка». И, как вы видите, здесь достаточно большой перечень, что необходимо отражать. То есть, например, если мы работаем с задолженностями, то мы можем отметить, например, оплату по заказам, возвраты, ожидаемое поступление. То есть это будут наши планируемые поступления. Кроме этого, мы можем поменять валюту. То есть, кроме того, что будет отбор по контрагентам, по операциям, по видам операций, будет еще и определенная валюта. Если я выберу иностранную валюту, то, соответственно, рублевые платежи у меня отображаться не будут. И еще одна фишечка есть вот такая. То есть я могу проставить вот здесь флажок, скрывать нерабочие даты. И в этом случае у меня будут отображаться только рабочие дни и, соответственно, поступление по рабочим дням. Ну, мы сейчас это не будем выбирать. Вот мы выбрали только конкретные поступления, например. И в этом случае вернемся снова к вот этой форме отражения, потому что здесь в верхнем окне отражается движение по банковским счетам. То есть вот, например, я выбираю Андромеда Плюс. Это моя организация, мое юридическое лицо. И я смотрю, что меня интересует. Ну, то есть вот просрочно, видите, у меня, ну, очень существенная сумма. И, собственно говоря, вот когда я ставлю на нее курсор, я вижу, по каким документам у меня оплата не поступила вовремя. И от кого конкретно. Это, так сказать, оперативный способ подслеживания, когда возникает задолженность. В этом случае она у нас еще относится к текущей. И все, что мы можем сделать для того, чтобы ее получить как можно быстрее, это административные мероприятия. То есть мы можем писать письма, звонить, ну, то есть как-то общаться с более высокопоставленными лицами. То есть, например, если у нас переписка шла с бухгалтером-операционистом, мы можем написать или позвонить главному бухгалтеру. То есть оперативные способы устранения задолженности. Если у нас задолженность уже перешла в разряд из текущих в проблемную, то в этом случае у нас, опять же, административные меры мы можем принимать. А вот когда она уже переходит в просрочную, мы поговорим еще, когда задолженность меняет, так сказать, свое состояние. А вот с просроченной задолженностью мы уже обязаны сделать не только административные шаги, но еще и бухгалтерские. То есть в этом случае мы должны перевести задолженность на другой бухгалтерский счет и отражать ее уже по-другому. Здесь, кроме платежного календаря в этом разделе, у нас есть, так, казначейство, у нас есть еще и раздел отчеты по казначейству. То есть в этом разделе мы можем получить уже более точные, где-то бухгалтерские отчеты, где-то управленческие. И есть у нас вот такой раздел взаимозачеты и списание задолженностей. То есть здесь у нас первым пунктом стоит сверка. Выделение синим текстом, это означает, что мы по этой ссылке можем перейти в нужный нам режим. То есть прежде чем нам уже, так сказать, бить в колокола, необходимо подтвердить сверку, что у нас совпадают и документы реализации, ну я сейчас поставлю так, и документы реализации, и документы об оплате, что мы ничего не пропустили, и наши партнеры тоже получили все вовремя, и как бы у нас нет разногласий по документальному обоснованию возникшей задолженности. Ну поскольку у меня вот на этот период нет операции, то мы можем посмотреть только шапку, так сказать, сверка взаиморасчетов, то есть какая организация, с кем мы общаемся, в какой валюте, там, например, рубли, доллары и так далее. Наши данные, данные контрагентов. То есть, в принципе, это режим получения обычного акта сверки, но этот шаг, так сказать, необходим для того, чтобы можно было уже в дальнейшем прибегать к каким-то официальным мероприятиям, ну, например, выставление претензий и так далее. Ну и, естественно, согласовывать документы в случае, если кто-то что-то пропустил. Сейчас я подвину, чтобы нам было видно. Вот так вот что ли сделаем. Вот так вот пока сделаем. То есть это мы с вами смотрели дополнительные отчеты по казначейству и смотрели сверку взаиморасчетов. Обратите внимание, что сверка расчетов у нас встречается в нескольких подразделах. Это один и тот же документ, то есть это не разные сверки. Это один и тот же документ, а сгруппировано это таким образом, чтобы было более удобно работать. То есть если мы с вами работаем в блоке казначейства, чтобы не приходилось убегать за сверкой, например, в раздел продажи. Как видите, здесь тоже есть сверки взаиморасчетов. Но, соответственно, уже немножко в другом контексте. То есть здесь в этот раздел входит и общение, и вспомогательная информация. Ну, то есть, например, обмен письмами, претензиями. Ну, то есть уже здесь есть дополнительные документы по тематике продажи. Снова сейчас вернемся мы с вами к нашим слайдам. Вот так вернем на родину. Возвращаемся к нашим слайдам. И напомню, это у нас с вами интерфейс платежного календаря. Платежный календарь можно настраивать, как я только что сказала. Вот вы видите слайдик, я проставляла вот эти вот сложочки. И выводится вот такое диалоговое окно, когда мы используем кнопочку «Еще» и выбираем там настройки. Теперь мы с вами поговорим про, опять же, казначейство, но уже другой блок. Вот он у нас здесь выделен красным прямоугольником. Это взаимозачеты и списание задолженности контрагентов. Здесь у нас отчеты мы уже посмотрели. Варианты списания и взаимозачеты и варианты списания у нас с вами располагаются. Переходим в демобазу, переходим в раздел «Казначейство». Вот они у нас взаимозачеты и списание задолженности. То есть видите, здесь тоже есть сверки взаимозачетов. Ну и, соответственно, взаимозачеты, которые позволяют зачесть встречные обязательства. То есть, например, у нас есть задолженность перед контрагентом, как перед поставщиком, а он нам должен денег, как клиент. То есть мы можем вот из этого раздела оформить взаимозачет, что мы зачитываем встречные обязательства. И, соответственно, изменяется наша сумма задолженности. И мы можем сверку согласовать с нашими партнерами. Снова возвращаемся к слайдам. И после того, как мы поработали с казначейством, то есть как мы получили оперативные данные, после этого у нас... Это вот иллюстрация того, что я вам рассказывала, когда мы переходим из меню казначейства в отчеты по казначейству. Вот этот подпункт, подраздел, если точнее говорить, взаимозачеты и списание задолженности у нас имеется и здесь. Теперь мы немножко поговорим про нормативную базу. В 1С, кроме как с казначейством, есть возможность анализировать задолженность другими документами. То есть это документ задолженность клиентов. И расположен он уже в другом разделе. Не раздел казначейства, а раздел продажи. Подраздел отчеты по продажам. И сам отчет называется задолженность клиентов. Вот задолженность клиентов. У нас выводится информация о долге нашего партнера. И дальше мы уже с вами переходим в этот блок и посмотрим, что у нас есть там. Значит, вот у нас блок продажи. И, как вы видите, здесь уже немножко другое меню. И вот у нас отчеты по продажам. Перейдем в этот отчет. И здесь спускаемся немножко ниже. Есть несколько отчетов. Возвращаемся к нашим слайдам и смотрим, что нас будет интересовать. То есть вот мы с вами попали в это меню. Открыли отчеты по продажам. И интересовать нас сейчас будет вот этот отчет задолженность клиентов, который находится в подразделе расчеты с клиентами. Снова идем в домобазу. И вот он у нас с вами расчеты с клиентами. Вот этот отчет. Как вы видите, под ним есть подсказочка. Что это такое? Это для того, что если вы, например, только начинаете осваивать программу или, наоборот, долго с ней не работали, ну, то есть чтобы вы могли найти нужный вам документ, отчет или раздел. Когда мы запускаем с вами этот отчет, мы попадем, пока он запускается, переключимся на слайдике. Мы попадаем в сам отчет. Выглядит он вот таким вот образом. То есть мы устанавливаем период. Мы выбираем собственное юрлицо. И после этого волшебной кнопочкой сформировать получаем вот такую табличку. И здесь мы тоже с вами видим долг клиента, но в том числе просроченный. Это просто текущая задолженность. А это у нас с вами уже текущие показатели. Значит, у этого отчета есть особенность. То есть мы здесь можем посмотреть состояние взаиморасчета, состояние конечного сальда и посмотреть планируемые платежи и нарушение сроков в графике платежа. Вот у нас просрочено есть. И здесь есть один момент, который в принципе не позволяет сделать какие-то выводы только на основании вот этого отчета. То есть у нас здесь отражается общая сальда, общая сумма задолженности, а планируемые поступления, но не отражаются сроки. То есть вот я вижу, что у меня здесь есть просрочка. То есть что она вот идет из этой колоночки, здесь она дублируется. Я вижу свои конечные показатели, но я не вижу, с какого момента у меня эта задолженность перешла в разряд просроченных. Для этого у нас есть другой отчет, который позволяет посмотреть именно по срокам возникновения просрочки. В этом случае у нас мы будем использовать другой отчет. Переключаемся на домобазу, смотрим, что же мы можем получить еще. Здесь немножко ниже. у нас есть задолженность клиентов по срокам. И вот подсказочка, что это вот такие интервалы у нас установлены. Интервалы у вас могут быть, согласно вашим внутренним документам, другие, то есть не такие, как здесь указаны. Указанные здесь интервалы предустановлены. Вот мы с вами можем перейти в этот отчет и посмотрим, как он выглядит. То есть здесь точно так же у нас устанавливается период, например, начало дня. Видите, достаточно большой выбор, какой период можно взять. И второй момент. У нас есть произвольная дата. То есть мы можем установить мы можем установить текущий период. После того, как мы выбрали после того, как мы выбрали нужный интервал, мы с вами можем настроить интервалы задолженности. Если у нас все настроено, нажимаем кнопочку сформировать и у нас получается на выходе таблица, вот вы ее сейчас видите на экране, которая отражает даты, когда у нас возникли просроченные долги. То есть вы видите, что свыше 60 дней у нас вот такая сумма. И мы можем посмотреть, вот наши 99,730, указанные в табличке, мы можем выяснить, какие организации дали нам такую сумму. И, соответственно, на сколько дней у нас просрочка. Как вы видите, уже достаточно длительный период. То есть эта задолженность однозначно уже просроченная. То есть после того, как мы посмотрели с вами разделы казначейства, раздел продажи, возвращаемся снова с вами в слайды. и я еще раз на слайдиках показываю вам те пункты меню, куда мы только что зашли. То есть мы зашли за должность клиентов по срокам и мы с вами смотрели просто за должность клиента. А вот эта табличка, это тот отчет, который мы только что посмотрели по срокам. И посмотрели, что он составляет сумма просрочки свыше 90 дней у нас получилось вот из таких клиентов. На самом деле, кроме этого, можно получать еще много всякой другой информации. Во всяком случае, те данные, которые у нас имеются в системе, позволяют выводить достаточно разностороннюю картину. Напомню, что при возникновении просроченной задолженности необходимо предпринять административные мероприятия, которые нужны не только для того, чтобы надавить на совесть контрагента, но и для того, чтобы юридически можно было как бы работать с этой задолженностью, то есть обязать человека или организацию поторопиться с возвратом долго, ну и так далее. То есть подтвердить то, что задолженность перешла в проблемную или в безнадежную, необходимо, чтобы у вас был комплект документов. Например, письма, которые вы отправляли и на них не получили ответа, претензии, которые вы подавали в судебные органы в арбитраж и создание резерва в бухучете. То есть это те документы, которые подтверждают ваше желание вернуть причитающиеся вам деньги. теперь немножко нормативного материала. То есть что у нас относится к просроченной задолженностью и что у нас относится к безнадежным долгам. Если у нас задолженность перешла безнадежно, мы должны будем доказать, что фирма предприняла все возможные усилия, которые не увенчались успехом. То есть это как раз то, о чем я вам говорила. То есть вы можете предъявить переписку, вы можете предъявить претензии, претензионные документы. И соответственно после того, как вы предприняли необходимые действия с точки фискальных органов, вы не можете больше эту задолженность учитывать в бухгалтерском и налоговом учете. А вот теперь поговорим о том, как списать безнадежный долг. Значит, списание безнадежного долга это отдельная процедура, которая требует, чтобы у вас были собраны документы. То есть первичка это у нас будет с вами акты взаиморасчетов, переписка, как я уже говорила, которая подтверждает, что вы пытались получить обратно свои деньги. в обязательном порядке инвентаризационные акты, что вы проводили инвентаризацию этой задолженности. И дальше уже для списания задолженности необходим приказ директора. Ну и собственно после приказа директора бухгалтерия должна сделать проводки и признать налоговые расходы. Но на этом мероприятия не заканчиваются. То есть если мы перевели долг и списали его, то забыть мы о нем не можем. Мы должны отразить эту сумму на забалансовом счете 0,07. И потом в течение пяти лет регулярно на нее смотреть, горевать, но тем не менее предпринимать определенные действия для получения этих денег. После того, как в течение пяти лет этого не смогли добиться взаимности, данная сумма списывается с баланса. И собственно говоря, на этом наши возможности работы с дебюторской задолженностью в общем-то заканчиваются. То есть на самом деле мы с вами можем предпринимать вот эти действия и кроме того, что мы создаем резерв на списание проблемного долга, мы в нем больше ничего изменить не можем. Но отслеживать нам эти действия необходимо, потому что в противном случае налоговые органы, фискальные органы у нас просто не примут взаимозачету, не взаимозачету, а к расходам списания этого долга. Снова переключимся с вами на базу ERP и эти отчеты я закрою, они нам уже не нужны. Вот так вот, чтобы лишнее не мешалось. И поговорим еще о том, чем нам может помочь программа для работы с просроченной задолженностью. Значит, как я уже говорила, у нас мы использовали возможности раздела продажи и раздела казначейства. Сейчас мы с вами еще раз вернемся в раздел продажи и посмотрим, что нам еще здесь может быть полезно для того, чтобы подстелить себе соломки. Ну, во-первых, у нас здесь есть с вами работа с клиентами. То есть это торговые предложения 1С бизнес-сеть. Если вы пользуетесь этим блоком, то вы всегда можете доказать любым проверяющим, любым налоговым органам или другим фискальным органам то, что вы предъявили, во-первых, должную осмотрительность. То есть вы не просто с закрытыми глазами кинулись в объятия фирмы однодневки, но вы ее сначала проанализировали. Поскольку вот в этом приложении есть осуществлена проверка контрагентов. Проверка контрагентов вот мы сейчас с вами ее запустили, но к сожалению я на демобазе должна буду выбрать например конкретного поставщика с кем я буду работать. Ну естественно выбрать способ доставки. Вот он у нас. то есть видите достаточно большой перечень и что есть по моему контрагенту. То есть что он ведет какую-то деятельность торговую, коммерческую, что он не просто там одну операцию в год совершил. Ну соответственно если я проставлю дополнительные вот здесь вот флажки, то у меня будет уже более подробная информация и о контрагенте и о том в каком он секторе работает, ну и соответственно что он живой, а не формальный. Это мы сейчас пока закроем и снова вернемся в раздел продажи и посмотрим что здесь еще у нас есть. То есть мы можем для проверки работы этого контрагента использовать вот такие разделы справки 1С парк риски, то есть оценить риски работы с данным контрагентом. Если вы реально существующая организация, а не дежурное юрлицо, то для вас это жизненно необходимо, поскольку ну во-первых подтверждает вашу должную смотрительность, ну а во-вторых просто элементарно может застраховать вас от каких-то ошибок. И проверка контрагентов осуществляется в программе в нескольких режимах. То есть пока у нас формируется вот здесь контрагент, так, вот выберем кого-нибудь, где у нас не стоит. Ну вот, например, выберем этого контрагента и запрашиваем справку. да, собственно, я поясню, почему возникла такая ошибка, потому что контрагент у меня есть, но здесь, соответственно, не заполнены про него нужные данные, поскольку база демонстрационна, то ИН здесь вымышленная, и, соответственно, программа не находит их в общем списке игрю и так далее. То есть видите, первая ошибка ИН юридического лица должен состоять из 10 цифр. Для того, чтобы проверить, что у меня там про него написано или не написано, я могу перейти вот по такой пиктограммке и посмотреть справочник, то есть карточку контрагента. То есть, соответственно, когда ваши коммерсанты или люди, которые занимаются оформлением договоров и сведений о контрагентах, начинают работать, допустим, с новым юридическим лицом, то вам требуется, чтобы все сведения, которые имеются про это юрлицо, были внесены в программу на моменте знакомства, так сказать, с этим юрлицом. То есть, видите, у меня вообще не введено ИНН, а в программе есть еще дополнительный сервис проверка контрагента. Он работает не только в ERP, он работает и в других конфигурациях. И, соответственно, в этом случае, если мы ввели нужный и правильно ИНН, то вот при использовании сервиса проверка контрагента у нас будет по ИНН заполняться вся остальная информация. Это очень интересный сервис, потому что он позволяет, во-первых, сэкономить время на вводе, а во-вторых, если есть какие-то проблемы в регистрационных данных, то он их сразу подсветит. Но чаще всего встречаются, например, несоответствие должностных лиц, или если должностные лица работают без доверенности. Вот в этом случае мы должны использовать возможность так сказать все проверить. Ну и следующий приятный момент, это заполняется вся регистрационная информация, то есть фактический адрес, телефоны там, ну то есть те данные, которые указаны в ЕГРИУ или в ЕГРИП. В этом случае мы сразу получаем правильно заполненную карточку с нужными контактными данными и соответственно можем уже понимать, что это надежная фирма, там допустим не какая-то однодневка или какая-то прокладка. Еще один момент, что как вы видите в этом сервисе в карточке будет подсвечено и один из парк риски. То есть какие риски могут быть например не сдавалась информация там за три года или данные о официальных представителях организации содержат какие-то ошибки. И плюс к этому есть поле дополнительной информации, где вы можете ввести любую информацию, она будет видна только вам и в официальных документах и печатных формах отображаться не будет. То есть вы можете здесь написать имя любимой собачки или еще что-то такое же. Это дополнительный сервис, который доступен подписчикам ИТС. Если у вас подписка ИТС проф, то данный сервис для вас будет бесплатным. Если у вас подписка ИТС техно, то данный сервис вы можете использовать за дополнительную плату, которая в принципе достаточно дружественная, потому что плата за год использования сервиса контрагент, проверка контрагентов будет порядка 4400. Ну и соответственно здесь у нас есть еще верхняя линейка ссылок, по которым вы можете пройти и проверить дополнительно есть ли лицензию данных поставщиков, например, если это поставщики алкоголя или маркированной или еще какой-то спиртосодержащей, например, продукции. Вы можете заполнить, перейти в меню договоры и зарегистрировать свой договор. Вот здесь нужно сразу сделать оговорку. То есть, если вы хотите, чтобы у вас в платежном календаре отражались все необходимые оплаты, которые у вас предусмотрены, например, компания платит вам 30-40-50% аванса, а остальное платит, например, через 10 дней после поставки, то такие условия у нас должны быть заполнены именно в договоре контрагента. Сейчас он у нас откроется, и мы с вами сможем посмотреть, что необходимо сделать для того, чтобы иметь возможность оперативно контролировать платежа данного партнера. То есть, закладчик основной у нас отражает, так сказать, регистрационные данные о договоре. То есть, как вы видите, мы задаем, что это мое юрлицо, это наш поставщик госзнак, и, допустим, основные номер, даты и так далее. На закладочке расчета и оформления в зависимости от того, что мы выбираем, то есть, какой порядок расчета мы выбираем, здесь могут быть разные варианты. Когда я просто открываю карточку, обратите внимание, я ничего не могу здесь добавить, даже если я проставлю флажок, то я не смогу здесь делать исправление. Для того, чтобы вносить исправление на уже сформированную и заполненную карточку, мне надо по кнопочке еще перейти вот сюда, то есть, разрешить программе редактирования реквизитов, которые уже заполнены. Вот когда я нажимаю эту кнопочку, у меня вот такое предупреждение, типа, вы в своем уме, вы уверены? Я говорю, да, трезвым умею, в здравой памяти, и, соответственно, после этого мне становится доступно для редактирования уже все поля, которые были заполнены раньше. И я могу уже, видите, выбирать, как будет происходить порядок расчета, то есть, по договору в целом, по заказам, аванс по договорам, аванс по заказам, или по расчетным документам, то есть, когда уже заплатил деньги за конкретную, например, реализацию, или за какие-то акты выполненных работ. и здесь, если договор, например, имеет фиксированную сумму, то есть, на какую-то конкретную сделку, то я, соответственно, должна проставить флажок, и у меня становятся доступны для редактирования другие поля. И дальше, если я проставляю флажок, у меня становится доступен график исполнения своих обязательств. И, соответственно, я по этому графику могу внести дальнейшие уже сведения. Сейчас это снимем. Учетная информация, это, в принципе, проводки, которые будут делаться по этому договору, и сразу классификация задолженности, то есть, краткосрочная или долгосрочная, потому что, если у меня здесь ничего не проставлено, стоит, например, краткосрочная, то для меня будет действовать положение, что, если моей задолженности больше 90 дней, например, 91 день, то она у меня переходит в просрочку, а если у меня в договоре указано, что они обязаны рассчитаться через год, то это будет долгосрочная задолженность, и, соответственно, в этом случае у нас ничего не нарушается. Ну, условия доставки, комментарии, это произвольная информация, то есть любое, что вас заинтересовало в этом партнере, имя супруги, имя детей, там находится спину таракани и так далее. Это карточка договора. Если мы здесь все заполнили, не пропустили никакой информации, мы не будем сохранять, то в этом случае в разделе казначейства в платежном календаре у вас отразятся даты, которые будут отслеживаться, то есть если деньги поступили либо раньше, либо позже, это будет отражено в платежном календаре. Так, выходим из этого раздела, и следующий платежный календарь мы тоже закроем, он нам не нужен. И соответственно еще в меню продажи нас будет интересовать еще один момент, когда, например, контрагенты, вы проверили контрагента, он есть, все хорошо, есть еще одна проверка, это контрагенты на мониторинге. То есть что такое мониторинг? Это значит, что налоговые органы имеют прямой доступ в программу контрагента и, соответственно, отслеживают его платежи, его исполнение налоговых обязательств и так далее. То есть это, собственно говоря, применяется в определенных случаях и может быть вам неудобно, может быть наоборот, это для вас окажется плюсом. но информацию об этом иметь очень полезно. Собственно, здесь открывается, сейчас мы подвинем вот эту табличку, здесь обычным подбором можно выбрать вариант постановки на мониторинг. так, уходим. И что нас еще будет интересовать в меню продажи, это, допустим, если вы осуществляете какие-то возвраты, то, соответственно, на получение денежных средств необходимо выписать дополнительные доверенности. Почему я обращаю внимание на доверенности? потому что, как вы знаете, у нас сейчас начали действовать машины читаемые доверенности, которые, опять же, оформляются в программе и, соответственно, стало гораздо удобнее с ними работать и быстрее, поскольку не требуется ручной ввод. И еще один момент хочу обратить внимание, вот на этот раздел отчеты, то есть это помогает работать с денежными средствами и контролировать кассовые операции. Ну и здесь еще у нас есть возможность проверять, чтобы штрих-кода не совпадали со спец-кодами. Ну, это, в принципе, для крупных предприятий больше интересно. И, соответственно, есть возможность работать, как вы видите, по обмену по прослеживаемым товарам, по маркировке, ну, то есть уже такие сервисные функции. Значит, это мы с вами посмотрели раздел продажи и посмотрели, из чего состоит сам раздел продажи и что мы можем здесь использовать. Но есть еще раздел отчеты по продажам. мы там уже смотрели, были, так сказать, что нас может заинтересовать при работе с дебюторкой, кроме тех отчетов, которые мы посмотрели. мы с вами смотрели задолженность клиентов и задолженность клиентов по срокам. Кроме этого, вот у нас здесь есть возможность поработать с индексами 1С парк риски и проверить надежность дебюторов по этому сервису 1С парк риски. И обратите внимание, что есть еще такой интересный отчет. платежная дисциплина клиентов. Я задам прошлый год, чтобы у меня были хоть какие-то данные на тот период. И обычное сформировать, то есть привычный интерфейс. И у нас получается вот такой отчет, который позволяет отследить насколько клиенты обязательны, так сказать, в выполнении платежных обязательств. вы видите, что у нас идет юридическое лицо, партнер наш, и дальше период, и какая есть задолженность, и просрочена она или нет. То есть если, например, у нас были какие-то просрочки, то есть вот здесь, например, будут стоять какие-то данные, то в этом случае вы в этом отчете увидите, что когда это происходило и насколько отличаются от 100%. Если так, сейчас мы это закроем. Хочу еще обратить внимание о том, что все отчеты, которые есть в 1С, можно настраивать, ну, в определенных рамках, естественно. то есть вот сейчас у нас есть простой вариант, мы можем использовать расширенный вариант, то есть если нам в этом варианте чего-то не хватает, то мы можем добавлять дополнительные сведения и кроме этого использовать еще возможность работы как в Верде, то есть использовать дополнительные элементы управления. Так, сейчас мы с вами это закрываем. Так, и соответственно события мониторинга 1С парк риски мы можем тоже просмотреть за последние полмесяца. Снова сейчас с вами провалимся по ссылочке, проставляем здесь флажок и тогда можем выбрать контрагента. Вот если возникает такое окошечко, нам нужно выбрать парк, выбрать кого мы проверяем контрагента или свои юрлица, выбираем контрагента и выбираем вот, допустим, где наш этот госзнак выбрать. После этого окошко закрываем и видим в меню выбора нашего контрагента. После этого нажимаем ОК и дальше выбираем тип события. проставляем значок что нас этот вариант интересует и здесь например проверяем на прекращение деятельности. То есть действующее это юрлицо или не действующее. Окей. И дальше мы можем проверить есть ли у него исполнительное производство, то есть накладывали ли на него какие-то судебные ограничения или можем поставить только критические события. Ну мы сделаем вот так и так и нажимаем опять же кнопочку сформировать. В этом случае мы получаем отчет. Ну вот видите в нашем случае у меня демо база во-первых содержит недостоверные сфантазированные данные, ну а во-вторых не подключена к интернет поддержке. То есть если у вас есть ИТС, то вы при начале работы заполняете свой доступ на портал 1С и соответственно в этом случае будет сформирован отчет, который покажет какие-то сведения, которые были на этом предприятии. например там он подал на ликвидацию или он имеет какие-то очень серьезные судебные претензии. То есть вы это сможете увидеть. и собственно говоря здесь у нас есть еще один интересный отчет, который уже в общем-то немножко с другой стороны характеризует вашего партнера, но опять же это если реально существующий контрагент и вы хотите с ним начать работать в этом случае так сказать сразу проверяем места, где у нас могут быть риски, где стелить соломки. в этом случае мы соответственно должны заполнить договор и когда мы будем заполнять договор внести необходимые сведения в договор мы можем допустим типовые условия продаж. в этом случае мы получаем сейчас мы выберем какое-то свое юрлицо ну например вот выберем металлсервис выберем промресурс нажимаем окей вот у нас с вами сформировался по сегменту партнеров то есть мы например можем выбрать дилеров или мы можем выбрать розничных клиентов ну розничных обычно всегда бывает много мы можем выбрать оптовых клиентов например и в этом случае ну плюс еще можно если мы анализируем оптовиков то чем эти оптовики будут торговать ну например как вы видите можно более 10 тысяч рублей то есть можно настроить отбор по объему реализации можно по номенклатуре которую они реализуют и можно допустим ну по разным параметрам давайте мы выберем вот так больше 10 тысяч вот то есть в этом случае опять по кнопочке сформировать мы выводим на отчет обращаю внимание со стандартными настройками которые установлены по умолчанию в программе но мы можем изменить эти настройки и задать сюда ту информацию которая нам нужна ну опять же поскольку у меня нет данных в демо версии то есть вы видите только так сказать заголовок от таблицы но тем не менее соблюдал или не соблюдал мы с вами можем посмотреть по другим отчетам а здесь мы можем посмотреть условия которые были заданы для этого отчета и еще что мы можем посмотреть это если например с этим предприятием уже работали какие-то ваши представители ну как вы видите набор эффективности о извините анализ эффективности торговых представителей но вот если мы выберем конкретно этого юрлица мы тоже сможем отследить то есть это все доказывает вашу коммерческую осмотрительность и собственно говоря позволяет подстраховаться еще один момент который на который мне хотелось бы тоже обратить внимание как вы все знаете у нас очень много было нововведений законодательных в этом в прошлом году и в этом году и соответственно у нас достаточно сильно изменялись данные по блок учету по блок отчетности извините если можно так выразиться и по налоговому по налоговому учету все отчетные материалы которые были приняты у нас располагаются в разделе регламентированный учет и здесь у нас есть еще несколько моментов то есть блок 1С отчетность и в принципе работа с дебиторкой с кредиторкой как мы уже говорили в первую очередь это отражается в балансе то есть мы должны просроченную безнадежную дебиторку перевести на забалансовые счета ну и соответственно в этом случае когда мы формируем с вами регламентированный отчет то есть блок 1С отчетность обращаю внимание что это название и блока и дополнительного сервиса сервис 1С отчетности это сдача в налоговые органы напрямую без операторов ТКС когда вы запускаете блок у вас вот такое рекламное рекламный баннер выскакивает и вот вы видите это подключение интернет поддержки то есть когда вы вводите вот эти данные свои из подписки ТС то вы можете пользоваться соответственно проверками про которые мы только что поговорили то есть проверка которая производится через интернет в этом случае оперативно идет обмен информацией с реестром из EGRU или EGRIP и вы сразу видите всю информацию и про контрагента и про его регистрационные данные ну то есть про все более подробно по сервису вы можете почитать вот здесь по ссылке в принципе поскольку сейчас в электронном формате сдается достаточно много и в объединенный социальный фонд который стал вместо ПФР и ФСС и по НДС то есть в принципе достаточно много информации которая подается в фискальные органы только в электронном формате то вот этот сервис становится не только удобным но и практически экономит вам время и сокращает обмен информацией а это соответственно ну очень очень актуально потому что например если вы получили сведения уведомления из налоговых органов о том что какие-то данные что ваша отчетность признана непредоставленной и дальше идет перечень почему например недостоверность сведений несоответствие подписи должностных лиц и так далее то у вас дается 5 дней на то чтобы дать какой-то ответ налоговым органам согласитесь если у вас есть 5 дней то потерять 1-2 дня на том что письма ходят через третье лицо бывает достаточно обидно а теперь вот сейчас вы видите журнал с данной отчетности и когда мы хотим например проверить нашу бухгалтерскую отчетность то есть отражены или не отражены все операции по работе с дебиторкой то есть выведены или нет на забалансовые счета задолженности мы с вами открываем то есть вот так вот такой такой диалоговое окно предполагается выбор какого-то конкретного отчета и если на закладочке избранные я например не нашла этого отчета который мне нужен то я перехожу на закладочки все и уже здесь выбираю то чего мне не достает на закладочке избранные ну например бухгалтерская отчетность пусть будет упрощенная я выберу здесь обратите внимание можно сортировать по категориям по получателям или одним списком без группировки но по категориям удобнее всего потому что вот сейчас допустим бухгалтерская отчетность меня интересует я выбираю нужную мне организацию например выберу металлсервис и почему я пошла сюда почему я вам показывала потому что поскольку регламентированная отчетность тоже претерпела много изменений то как вы видите вот я хочу за прошлый год составить баланс заполнить баланс и у меня есть подсказка какая редакция формы в этом случае будет использоваться и можно отследить изменения законодательства то есть проверить актуально или у вас стоит версия программы актуальный релиз и соответствие проверить соответствие последнего релиза того который установлен у вас посмотреть то что установлено у вас вы можете таким образом то есть вот у нас есть такая пиктограмма и здесь нас интересует ссылка то есть вот здесь мы видим релиз платформы а вот здесь мы видим релиз конфигурации и вот 25864 это достаточно древняя как бы информация то есть сейчас есть гораздо более новые релизы и соответственно если вы остаетесь на своем релизе то у вас отчетность может быть сформирована по старым формам на этом как бы мы посмотрели с вами все материалы которые были запланированы хочу еще раз вернуться на титульный лист и обратить внимание на нашу контактную информацию вы можете задавать свои вопросы мы будем очень рады оказаться вам полезными и собственно говоря предлагаем любые услуги которые касаются семейства программ 1С то есть это и продажа и установка и доработка программ каких-то внедрения когда требуется сделать нестандартные отчеты которые требуют работы программиста в общем будем очень рады оказать вам помощь обращайтесь всего доброго до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор